Несмотря на утренний сибирский мороз, обстановка в центре Кемерово сегодня была накаленной. Высказывания одного из лидеров политических партий о национализме действительно сплотили кемеровчан. Только по иронии судьбы против их же автора. У меня вот борода здесь не растет, значит что-то монголоидное есть. Вот и разберись. Особенно у нас в Сибири, где мы все перемешанные. Реплики партийного лидера, по мнению собравшихся, призывают россиян к национализму. Особенно задели они актрису Кемеровского театра драмы имени Луначарского Людмилу Усанову. Когда-то 30 лет назад она приехала в Кемерово из Белоруссии, чтобы жить здесь. Говорит, Сибирь манила ее всегда. А теперь, по прошествии стольких лет... То есть, значит, со стороны Жириновского партии, дай им власть, мои права здесь были бы ущемлены. Я могла бы быть выслана в 24 из этой страны, которую я считаю уже гражданкой Российской Федерации. Потому что я приехала откуда-то. Как же меня это не может вновать? Это моя жизнь. Здесь моя работа, здесь все, здесь мой дом. Но это был лишь один из поводов для митинга. Претензий у собравшихся накопилось немало. Не так давно эпатажный политический деятель потребовал отставки губернатора Кемеровской области. Собравшиеся такому радикальному предложению ответили не менее радикальными плакатами. И я, как и многие белорусы, живущие здесь в Кузбассе, не чувствую себя здесь чужаком. Одним словом, поддержали Амана Тулеева сегодня, как говорится, и стар, и млад. Он трепетно относится к ветеранам. Посмотрите, всякие льготы, награды и так далее. Он всегда заботится о людях, вот простых людях, людях труда. И мы не представляем Кузбасс без Амана Гумерыча. Когда мы говорим «Кузбасс», как там было, понимаем Тулеев. Когда мы говорим «Тулеев», мы понимаем, что это Кузбасс. Мне было 8, а уже 10 лет, когда всякие проблемные времена были для Кузбасса. То есть в 89-е, 90-е, вторые годы, вот так. Тогда было действительно Кузбассу тяжело. Тогда не было Тулеева, насколько я помню, по своему возрасту. И Тулеев для Кузбасса сделал многое, Тулеев сделал даже для меня многое. В том плане, что у меня есть награды областной администрации за мой вклад в развитие Кузбасса. Несмотря на возраст, партийную принадлежность и национальность, собравшиеся сошлись в одном. Время пустых обещаний прошло. Сегодня важны реальные дела, а не красноречивые обещания о светлом будущем, к которым серьезно уже давно никто не относится. Лариса Михеева, Александр Поморцев, Георгий Головин. Новости моего города. Новости моего города.